Давным-давно Пословицы воспринимают не в прямом смысле Например, готовь сани летом Это значит, что нужно приготовить все заранее Добрый вечер, ребята! Сегодня мы поговорим о пословицах Пословица это... Ну, наконец-то, Маша, присаживайся Нам как раз пора начинать Добрый вечер, ребята! Вот, принесла все, что нужно для сегодняшнего эксперимента Профессор никак отпускать не хотел Боялся, что ничего не получится Какого эксперимента? Сегодня тема пословицы Какие пословицы? Дима, ты что, забыл? О них другие ведущие рассказывали Совсем недавно А мы договаривались, что ты принесешь лимон Ну, ты чего? Точно! Я все перепутал! Ну, и что мы теперь делать будем? Слушай, раз такое дело, может, как-то соединим это все Шутишь? Соединим? Если ты лимон не принес А это главный химический элемент Да ладно тебе, не обижайся так Я виноват, не исправлять Итак, ребята, продолжим о пословицах Первая Хлеб всему голова Чего смеешься? Да так, ничего Просто представила Кстати, ты зря смеешься Правильно пишет Хлеб и правда является главным продуктом стола Да знаю я, мама мне всегда это говорит Вот только я не согласен Ребята, самое главное блюдо на столе – это то, что вкуснее. А у меня на столе уж точно найдется что-то повкуснее хлеба. А вот и неправильно. Тогда бы хлеб не был главным блюдом почти во всех странах мира. А я думаю, он только у нас главный. Ничего подобного. У каждого народа свой особенный хлеб. Хоть и рецепты разные, но все равно это хлеб, который всему голова. Вот смотри, французский багет, кавказский лаваш, мексиканская тортилья, итальянская фокачча, португальский фалар, таджикские и казахские лепешки. Да, интересно. У нас тоже много сортов хлеба. Вот, например, я люблю батон. Мама – черный и серый. А папа с бабушкой – кирпичик с тамином. И стоит он совсем недорого. Сейчас, конечно. Но знаешь, папа мне рассказывал, что когда-то люди за кусочек хлеба жизнь отдавали. Это когда ж такое было? Во время войны в 1941 году. Когда немецкие захватчики окружили город Ленинград. И людям, которые там истались по специальным карточкам, стали выдавать по маленькому кусочку хлеба в день. Не всем хватало такой порции, а есть было больше нечего. Вот потому и умирали люди, отдавая свою порцию маленьким детям и тем, кто болел, ценой своей жизни спасая своих близких. Да, тяжело было, наверное, в то время. Нам тоже в школе рассказывали про благодный Ленинград. Только я не знал этого про хлеб. Ему и правда цены нет. Ну да, согласна. Сейчас он вкуснее, да и стоит недорого. Целые заводы его выпекают. И работают они круглосуточно, чтобы к завтраку у нас была вкусная и свежая буханка хлеба. Да, это точно. Обожаю бутерброды со свежим хлебушком. Слушай, я сейчас вспомнил про каравай. Помнишь, нам в садике на день рождения всегда хороводы водили и песни про каравай пели. Ух, так весело было! Вот такой ширины, вот такой ужины. Клопайте в ладошки. А еще каравай встречают гостей и всегда на свадьбах угощают невесту с женихом. Столько традиций с этим хлебом связано. Ну вот видишь, какой он важный. Кстати, еще кое-что про хлеб. Несколько лет назад в Венесуэле испекли хлеб длиной в 120 метров. Он был такой огромный, что жители города смогли отломить себя по кусочку. Это уж сколько продуктов потратили на такую громадину. Наверное, очень много. Вот это любовь к хлебу. А ты говоришь, он еще не важный. Еще какой важный. С этим уж не поспоришь. Ну а нам, ребята, пора смотреть мультфильм. Ребята, сегодня мы поняли, почему хлеб самый главный продукт на столе. Особенно, если он с маслом. Кстати, насчет эксперимента. По закону букерброда хлеб всегда падает вниз маслом. Проверим? Ни за что. Давай-ка мы его лучше с чаем съедим. Хлеб все-таки нужно беречь. Это правильно. Пока-пока, ребята. До новых встреч, друзья! Цветные сны совсем не спят, Чтоб нам спалось не скучно. Но чтобы их не упустить, Надеть пижамку нужно. В постели тихо задремать, И звездами укрыться, И сон цветной за хвост поймать. Он спрячется, приснится, И будет тихо снится, И будет тихо снится, И будет тихо снится, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова